Здравствуйте, товарищи! У нас в честь 100-летней годовщины освобождения Приморья образования СССР. Тема историческая сегодня посвящена Колчаку Александру Васильевичу. Начнем по порядку. Родился он в 1874 году. Отец у него был, естественно, дворянин. Морской офицер, хотя он не столько... Ну, морской не в том плане, что ходил где-то на флоте, на кораблях. Он занимался береговой обороной. Уже в этом моменте достаточно показательная такая судьба. Дело в том, что отец сначала отслужил, а потом уже когда отслужил, когда у него срок службы вышел, он вынужден был устроиться на Обуховский завод и работать там. Несмотря на то, что он был дворянином, никакого собственного поместья у него не было. Соответственно, доходов нетрудовых не было. Единственное, чем мог дворянин себе заработать на жизнь, это военная служба плюс после выхода на пенсию работа на капиталистов. У нас, примерно, сейчас такая же ситуация. Очень многие военнослужащие по выходу на пенсию отправляются где-нибудь работать в коммерческую организацию. Вышел, значит, отец Колчака на пенсию и что он сделал первым делом? Это женился, взял себе молодую супругу. Со слов Колчака, когда он давал показания в допросе, забегая немножко вперед, он утверждал, что мать у него была дворянкой, но опять же, как показывают сведения, она была из рода купцов, соответственно, определенный прагоматизм выйти за дворянин, а там играл роль. Ну так вот, родился у нас Александр Васильевич в 1874 году и отправился на учебу по линии отца морским офицером захотел быть. В 1894 году он закончил свое флотское образование, вышел ему при своем звании мичмана и отправился служить на Дальний Восток. Вот как раз к нам, через Владивосток, все дела. Он успел активно походить по морям, побывал в Корее, в Японии, не только во Владивостоке, да, служил именно на настоящих боевых кораблях. Но потом он немножко решил от этого дела отойти. Дело в том, что пока он ходил в море, он активно занимался науками, писал статьи научные. Его интересовало изучением географии морского дна, изучение Антарктиды, изучение серверного полиса. И вслед за этими стремлениями он умудрился в 1900 году попасть в экспедицию Толя. Это очень известный полярник, ему повезло быть там одним из четырех офицеров. Так что без дураков действительно Колчак был северным исследователем. У него есть в этом плане большие заслуги. Два года он проходил экспедиции. Вкратце, если описать, они изучали таймыры вокруг близлежащих острова. Открыли несколько новых островов. Но дело в том, что для изучения большего масштаба островов и близлежащих территорий экспедиция решила разойтись. И Толя ушел дальше на север, а Колчак со своей частью экспедиции вернулся обратно на базу, на большую землю. К сожалению, Толя там потеряли, он ушел и где-то там не вернулся. Колчак, несмотря на то, что нету человека два года, замерз, потерялся белые медведи, съели. Он в этом плане не остановился. Он вернулся в Петербург. Он долго в Академии наук добивался решения, чтобы послали спасательную экспедицию. Он добился и в 1903, ну там ходили зимой, с 1903 по 1904 год, он участвовал и был организатором спасательной экспедиции. Он вернулся на север, нашел место стоянки, откуда последний раз ушел его руководитель. Там, как было заведено, опять же, была записка, когда ушли, кто в каком составе, какой ситуации. На основании этой записки был делан вывод, что экспедиция попыталась пойти по льду и, скорее всего, во льду где-то и утонула. Открыв это грустное событие, Колчак начал возвращаться обратно по реке в Якутск. Там его встретило известие о том, что началась русско-японская война. Соответственно, он бросил экспедицию, собранные данные он отправил в Академию наук, а сам рванул на японский фронт. Вначале он попал именно на флот, так как был морским офицером, его назначили на корабль. В первую стадию обороны порта Артура, пока флот активно вел активные действия и вел войну с японским флотом, он был на флоте. Но потом, после гибели Макарова и того момента, когда по факту флот был закрыт в бухте, порт Артура, он перебрался на сушу. И из морского офицера превратился, грубо говоря, в сухопутном и участвовал в обороне. В 1905 году его настигла болезнь, он сильно заболел, попал в госпиталь. И когда порт Артура был упал, японцы захватили крепость, в том числе и госпиталь, где как раз и лежал Колчак. Соответственно, его взяли в плен, отправили в Японию, там он немножко поправил свое здоровье и потом по договоренности с Российской империей их всех вернули назад. То есть из японского плена он благополучно опять вернулся на родину. Через Владивосток, доехал до того же несчастного Санкт-Петербурга и вернулся опять в Академию наук. Начал заниматься тем, что вот эти сведения, которые были собраны на севере, возле полуострова Таймыр, коллекции животных, растений, минералов, все, что они там насобирали, он начал обрабатывать, описывать, катализировать. Ну, в общем, пошла чистая научная работа. Но там же в Санкт-Петербурге собрался маленький кружок, как они сами себя называли, но не марксистский кружок, а морской кружок, который начал анализировать то, почему случилась трагедия в русско-японской войне, почему флот погиб, потерял большое количество судов, был в проигрыше, в общем, что надо сделать и как надо восстанавливать флот. Потом на базе этого кружка с их идеями был развернут отдельно генеральный штаб морского флота, до этого его не было. Именно в этом генеральном штабе они разработали программу строительства морских кораблей и укрепления береговой линии для подготовки к следующей войне. То есть, опять же, 905-й год закончился, война закончилась в 906-м, все уже прекрасно понимали, что скоро будет война. Колчак даже хвастался в некоторой мере, что они предугадали начало войны на 2014 год, а ошибка у него всего в полгода вышла. Мы почти угадали, когда будет следующая мировая война и, соответственно, какой дать должен будет подстроен новый флот. Все то же самое, что мы наблюдали в Первую мировую, когда все говорили, ну понятно, что через 20 лет будет следующая война. А также было и примерно в той же ситуации, капитализм, он неисправим, как тогда, так и сейчас, в принципе, плюс-минус одно и то же. Далее, после работы в Академии наук и созданием Генерального штаба морских сил, он задумал новую экспедицию в 1909-1910 году. Было построено специальное судно, то есть, несмотря на то, что он параллельно работал в Академии наук и в Генеральном штабе, он находил силу на организацию новых экспедиций и создание для этого специальных судов. Он пошел в новую экспедицию, опять же, искать северный морской путь. Вышли они из Владивостока, хотели обогнуть Чукотку и там пойти до Таймыра, идеально вообще до Санкт-Петербурга. Правда, у них это не вернулось, а не пришлось им вернуться обратно. Далее, не совсем, честно говоря, он понял, почему так получилось. Он, в общем, оставил эту экспедицию, экспедиция дальше действовала самостоятельно и в следующем году пошла опять вокруг Чукотки искать северный проход. А сам будущий адмирал вернулся на флот, на Балтику и начал службу именно в Балтийском флоте, опять военно-морском флоте в Балтике. Это был 12-й год до мировой войны, 14-го года, опять же, смотрим, два года всего осталось. С началом Первой мировой, он продолжал служить на флоте, был капитаном корабля-миноносца, участвовал в боевых операциях. Кстати, задача миноносца не то, чтобы обстреливать чужие корабли, основная его функция – это ставить минные заграждения, чем он, собственно, и занимался. И, опять же, по одной из легенд утверждается, что на его минах погиб один из немецких боевых кораблей. Там очень мутная и интересная история такая. Сторонники полчака и сам утверждали, да, это я потопил, это моя мина. С другой стороны, все прекрасно понимают, что, ну, ты мину поставил, а на твоей мине или на чужой подорвался корабль – это вообще большой вопрос. И вообще там вопрос с этим крейсером немецким, как он там, так на нее сел. В общем, непонятная, мутная история. Нас это не интересует. Интересно другое, что, служа на Балтике, он сумел достаточно высоко подняться, его заметили. Он, как молодой офицер балтийский, вызвал надежды у командования. И в 16-м году, когда на фронте, мягко говоря, уже было все плохо, его назначили вице-адмиралом, то есть повысили звание до вице-адмиральского и отправили на Черноморский флот командовать Черноморским флотом. На Черноморском флоте тоже очень интересная ситуация. Это, с одной стороны, сторонники Колчака, и сам Колчак на своем потом допросе рассказывал, что вот мы там прибыли на Черное море, да мы там турок и немцев гоняли, пугали, ставили мины, там всех уничтожили. И вообще немцы там с турками нас все боялись, мы активно там действовали, а еще больше мы активно действовали по подготовке босфорской операции, да, это если кто не в курсе. У Российской империи была идея высадить в Турцию войска, называлась эта операция босфорская, она так и не была осуществлена, но на нее надежды очень большие строили. Более того, до сих пор мы можем услышать в телевизоре, как про нее там постоянно вспоминают, ах, 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 мы тут почти уже высадились, почти уже Турцию захватили, почти захватили босфор от Дарданеллы, это наши проливы, цель первой мировой была достигнута, но типа не свезло, тут революция, если б не революция, Колчак бы там все захватил и на Софии распускался бы российский флаг. Но, опять же, босфорская операция во многом была слизана с такой же Дарданелльской операцией, когда войска союзников в главе с Англией высаживались с другой стороны Турции, тоже пытались там при помощи морского десанта склонить Турцию к миру, но у них ничего не появилось, не получилось, провальная операция, ужасная, огромные потери, там еще Черчилль очень активно засветился, В Турции до сих пор оборона от этого морского десанта считается великой победой, очень большой, важной, которая там означает, что не становление нации и всего остального, то есть босфорская операция, скорее всего, стала бы точно такой же. Также бы наши войска высадились в учете, с учетом того, что позиционная война, никуда бы они не продвинулись, но судьба сложилась так, чтобы босфорская операция не состоялась. По поводу действий именно на Черноморском флоте, опять же, на допросе своем Колчак рассказывал, какой он там молодец и как хорошо там гонял немецкие крейсера Гебин и Бреслау, как он там все минировал, как побережье активно защищал там, ну прям зверя не адмирал. То же самое, только еще в 10 раз краше рассказывают его сторонники, что его действия на Черноморском флоте носили прям грандиозные значения и вообще там он почти уже всех победил. Но со своей точки зрения могу порекомендовать всем интересную очень книжку, называется «Черноморская Цусима», где как раз действия на Черноморске и на Черноморском флоте двух немецких крейсеров Гебин и Бреслау по факту поставили весь Черноморский флот в стенки и не боялись от этой стенки отойти. И опять же название Черноморская Цусима не просто так, очень красивое поэтичное название, которое как раз показывает, что по факту Черноморский флот потерпел такое же поражение, как и во время Цусима, во время Русско-Японской войны. На этом же Черноморском флоте Колчак в 17-м году встретил февральскую революцию. Первое же, что он сделал, когда услышал об этом новости, он взял под контроль телеграф и все связи. Опять же, со слов того, что якобы он говорил на допросе, типа так и так, я ничего не хотел, я просто не хотел, чтобы там была паника, я в политику не лез. Но по факту, по всем действиям заметно, что он активно начал заниматься именно политикой, активно начал со всеми списываться, созваниваться, с родственниками царя разговаривать по поводу восстановления монархии. В общем, активно-активно там полез в политику. В июне 17-го года он был снят с должности, снял, ну как снят, местные советы, которые были в Крыму, рабочих, крестьян сформированы, они активно начали противодействовать его деятельности, и под их давлением он фактически должен был сложить в себя полномочия и уехать. Дело в том, что с февраля по июль, как раз по лету, Колчак занялся тем, что на флоте устраивал регулярные большие учения. То есть флот постоянно ходил зад-вперед-назад, стрелял, уложил мины. Опять же, как рассказывал сам Колчак, типа я хотел, чтобы люди были заняты деятельностью, им было нет революции и тому подобное. В ходе всех этих маневров и учений, естественно, не пошло без человеческих жертв, без технических потерь во флоте. Опять же, износ материальной базы, куча угля надо, чтобы в флот уходить, снарядов, всего остального. То есть большое количество ресурсов ушло никуда, в то, чтобы люди, так сказать, сидели, не политикой занимались или участвовали, а были заняты, работали, несмотря ни на что. После того, как он, так сказать, прощался с должностью вице-адмирала и командующего Черноморским флотом, он отправился в Америку. В Америку он поехал не просто так, его пригласили американцы в том плане, что, мол, давай к нам, расскажи о своем опыте постановки морских мин. Опять же, не будем, так сказать, стесняться в плане именно морского офицера. У Колчака были свои заслуги, как и на Северном полисе. Он прекрасно умел обращаться с минами и знал, что с ними делать, как делать минные заграждения и как при помощи них бороться с врагом. До Америки он, правда, не совсем быстро добрался. Там была отдельная история. Он попал в Англию. В Англию долго-долго его не пускали. Опять же, у него было большое количество встреч со всеми подряд. О чем-то он там разговаривал. Тайна покрытая им раком. Это надо читать более детально его биографию. Нас она пока не сильно волнует. Он отправился в Америку. В Америке было то же самое. Он делился как военным опытом, так и наводил политические связи. В октябре 1917 года, когда у нас уже случилась Октябрьская революция, он подходился, прибыл в Японию. И в Японии встретился с английским полослом и попросился на службу Англии. То есть, Октябрьская революция только-только совершилась. До этого он считал себя на службе русского правительства. А тут, как к власти пришли большевики, так он сразу же подался в Англию и стал английским офицером. Англия его с удовольствием приняла и отправила в Месопотамию. Это как раз там современная Сирия, примерно Ирак, Иранда. Тогда же там тоже была точно так же война. Там сформировались русские части, которые должны были служить под английским командованием для войны с Турцией. И он бы как раз там, как опытный офицер, пригодился. Отправился он туда, но не доехал. Уже в 2018 году, в марте, он добрался до КВЖД. Где, собственно, и на некоторое время остановился, несмотря на то, что должен был служить вроде как в Месопотамии. То есть, о чем он там с англичанами договаривался? Опять же, тайно покрытым мраком. Что такое КВЖД на тот момент? После того, как русско-японская война была проиграна с нашей стороны, территория КВЖД, которая проходила по Китаю, стала зоной отчуждения. Она больше России не принадлежала. Но, с другой стороны, она не принадлежала ни Китаю, ни Японии. Она, так сказать, была коммерческой территорией. Дорога была очень выгодная. По ней вывозили очень много грузов. Очень выгодной торговлей в тот момент являлась не только вывоз туда-сюда людей, грузов. Один из немаловажных аспектов, что по этой дороге возили, в том числе и в Китай. Ну, оттуда и до Владивостока, кстати, тоже добирался. Соответственно, железная дорога, так как... пользовалась активно популярностью, она приносила деньги. Вот на эти деньги руководство КВЖД и наняло себе воинские части, которые должны были призваны защищать ее территорию от посягательств всяких нехороших личностей. В тот момент, когда туда прибыл Колчат, на КВЖД уже активно действовал атаман Семенов. Хотя он и не подчинялся по факту КВЖД, но их немножко интересы совпадали, поэтому он вроде как занимался, с одной стороны, охраной железной дороги, прежде всего, от большевиков, да, и от китайских хунгхузов, от китайских бандитов. Но, тем не менее, занимался и тем, что грабил проезжающих, допустим, тот же опиум, который везли, он активно вычислял, кто куда ведет, грабил этих самых наркокурьеров и уже торговал опиум СССР. Ну, не лично, конечно, имеется в виду, а его люди. Атамана Семенова активно при этом поддерживала Японию, то есть она поставляла ему оружие, деньги и все остальное. Тут приехал Колчат и, собственно, активно с японцами начал оснащение по поводу того, что там дайте нам оружие, дайте нам обмунирование. Мы из местных офицеров, которые там оказались к тому моменту, бежавших со всех хрунтов, наберем отряд добровольцев, который будет охранять КВЖД. Отряд ему удалось создать, все он охранял. Колчака за это внесли в члены правиления КВЖД. Там тоже очень интересный момент такой. Он уже потом, когда с КВЖД уехал, сложился свои полномочия, когда уже был верховным правителем, все дела, да, уже правил в Сибири. Следователь на допросе у него спрашивает, а вот как так получилось, что вы вроде верховный правитель, а входите правление КВЖД и получаете с ним вот дивиденды. Колчак часто сказал, а я вот знаете, ничего не получал, ничего не знаю, полномочия сложил, ну там, какие деньги, какой КВЖД, какие там представители правления, ничего не знаю, не было такого. Ну, опять же, КВЖД это что? Это железная дорога, несколько отрядов, которые охраняют. В принципе, там ничего интересного не было. И Колчак оттуда отправляется в Владивосток. В том плане, что в Владивостоке больше сил, больше белого движения, там можно поднять, так сказать, войска и пойти на Москву. Для чего он в сентябре 18-го года как раз во Владивосток приехал. Очень много со всеми часто встречался, там прям целая история, с кем он только не повидался и не переговорил. Тогда уже в Владивостоке были чехи, с ними он точно так же наладил прекрасно контакт и отправился в Омск. В Омске тогда находилось правительство-директорие, которое управляло как раз частично чехами, частично интервентами, которые на тот момент уже высадились на Дальнем Востоке. Частично там уже были белые армии, которые держали все под контролем в Сибири. Ну, не все, а большую часть Сибири держали под контролем. Там же атаман Семенов, который, с одной стороны, действовал на одном крыле КВЖД, а с другой стороны, как раз, относился к директории. Типа он, вроде как, и тоже подчинялся, но подчинялся точно так же, примерно, как и на КВЖД. То есть, давайте деньги обмундированием, воевать я как-нибудь буду сам. И править буду тут сам, без вашего, так сказать, участия. Прибыл он в Омск в октябре 2018 года. Его назначила директория военным и морским министром. То есть, вроде в Омске море нету, да, морского флота нету, но, тем не менее, он одновременно и морской, и военный министр. Опять же, на допросе, когда его в этом деле расспрашивают, он говорил, да я не хотел, да вот меня уговаривали, но я не хотел, это все плохо, но я, в общем, согласился. Он согласился. Его, как раз в этот момент, ему присвоили звание адмирала, то есть, до этого был вице-адмирал. Поэтому всякие фильмы, типа, современные, которые называются «Адмирал», «Адмирал» такой, достаточно интересный, у которого флота нету, но его назначили адмиралом. Опять же, назначила какая-то директория, которую он буквально 18 ноября, и аккуратно сверг. 18 ноября случился переворот, Колчака делают верховным правителем России, то есть, как раз, опять же, ему подконтрольно только часть Сибири и Дальнего Востока, а он объявляет себя верховным правителем всей России. История тоже очень мутная, на допросе его пытали, типа, ну, как пытали, в скомочках, да, в кавычках говорим, пытали, как раз, типа, а с кем вы встречались, а как вы согласовывали со всеми делами. Говорит, да я ничего не знал, меня взяли и назначили. А я сначала поломался, а потом согласился. Но, опять же, судя по показаниям и по данным, он активно со всеми встречался, со всеми согласовывал свое назначение и переворот. С чехами, с французами, с англичанами, которыми были. Опять же, было согласование со всеми остальными белыми армиями, с Деникиным на юге, да, что они, типа, все с ним, так сказать, под его верховенство согласны стать, он, вот, верховный правитель. Переворот был не просто так. Колчак на допросе утверждал, что там было все не страшно, да я вообще никого не хотел расстреливать, учредительное собрание расстреливать не собирался. Я их вообще обещал всем просто из страны выслать, дать им денег, все дела. Но, по факту, переворот был достаточно кразевавый, резня шла нехилая такая. Но, опять же, на допросе Колчак говорил, типа, я не я, я таких приказов не давал, это войска самими, инцидентные места, да, типа, не я, плохой бы я, али плохие. Они там кого порезали, застреляли, я, мои тут вины нету, я этого не приказывал. Примерно тогда же, в этот момент, под все эти дела поймал, попал такой деятель, как Нейбуд, у нас на канале про него фильм есть, у нас есть в городе улица, посвященная ему, да, он как раз от нас в Владивостоке поехал туда, и вот в Сибирь его и достали. Так вот, всероссийский правитель, да, который, по факту, командует только на железной дороге, где стоят поезда с чехами, причем даже не на всей железной дороге, а на Витке, которая к ВЖД стоит, Атаман Семенов, у которого своя политика, свое видение этого вопроса, но, тем не менее, вот правитель всероссийский. После того, как случился переворот, и Колчак, по факту, стал диктатором, взял всю власть в свои руки, он провел часть реформ, например, он провел реформу РПЦ, в церкви вернули земли, из бюджета имеющегося у Колчака ему выдали денег церкви на их, так сказать, нужды. Естественно, церковь не осталась долгу, на всех церковных службах все начали славить, у нас верховный правитель, у нас Колчак, опять же, в армию Колчака направили монахов, которые влились в ряды армии и должны были вестись, так сказать, должности комиссаров и политруков в какой-то мере. То есть, проведя весь этот ряд реформ, взяв власть в свои руки, началась большая активная деятельность по попытке свержения большевиков и соединения всех фронтов с Архангельском, с Сибири, от Сибири с Архангельском и через юг, через Гренбург до Деникина, соответственно, с южными фронтами. Зимнее наступление сначала пошло очень-очень активно. С Архангельскими белыми войсками ему даже удалось соединиться, но тут фронт не выдержал. Во-первых, красные войска пошли в контрнаступление, начали оттеснять часть войск, которые стояли, были мобилизованы. Дело в том, что за счет чего удалось провести активную атаку и поход на Москву, за счет того, что в Сибири начали мобилизовывать людей. Из-за неразберихи в стране очень много нашлось желающих, кто пошел по мобилизации служить в армию. Местные сибирские крестьяне из особых экономических условий, в которых они находились, были против власти большевиков, так как они землю в отличие от крестьян с той стороны Урала имели в собственности. Ну, соответственно, сначала были настроения такие, что крестьяне решили Колчака поддержать и немножко по его воевать. Но по ходу войны, начало резней всех остальных мероприятий, по факту Колчак начал очень жесткую политику, которая мало чем отличалась политикой при царе, когда порядок наводился при помощи нога и теплеть и расстрелов. Ну, часть мобилизованных крестьян просто с фронта сдернула. Тут же чехи не захотели отстаивать, так сказать, власть Колчака, у них были свои интересы. Соответственно, они тоже с фронта ушли. Ну, и ответная контратака Красной Армии привела к тому, что белые войска начали быстро-быстро откатываться обратно в Сибирь. Это у нас уже 19-й год, лето, Красная Армия активно наступает на Сибирь. Тут случилось тем временем, пока судодел очень интересная история касалась у нас золотого запаса Российской империи. Дело в том, что в руки Колчака во время этой атаки и наступления на Архангельс попал в руки золотой запас. Он составлял тогда что-то около 500 тонн золота, полтысячи тонн, а нехило так. Это несколько вагонов. Половина 500 тонн это половина всего запаса Российской империи. Англичане ему тут же рассказали, что с этим золотым запасом надо делать, куда как поделить. Тоже очень интересная история. Можете почитать, очень рекомендую, как чехи пытались это золото вывезти к себе и даже вроде как часть из него им досталась, они его смогли довезти, но это опять же к сути дела не имеет. Мы просто отметим, что Колчак под давлением англичан это золото отправил по железной дороге в честь в счет обеспечения поставок оружия, обмудирования и всего остального. Грубо говоря, он этим золотым запасом рассчитался за то, что его поддержали японцы, французы и англичане. Далее это у нас был 19-й год отступления Сыпицафронт, по факту войска начали двигаться на Дальний Восток и отправляться к Владивостоку, чтобы уже здесь у них по Владивостоку и у нас новая столица была. А с Колчаком получилась очень интересная ситуация. Дело в том, что как верховный правитель он пытался руководить всем и командовать, в том числе англичанами, хотя вроде бы он состоял у них на службе, его на службу тогда взяли в октябре 17-го года его англичане взяли к себе на службу он был английским офицером и опять же вроде как с его полномочия не сложили когда он уже был в Сибири верховным правителем. Ну в общем суть до дела из-за золотого запаса у них вышла ссора и приводит это к тому, что 20 января 20-го года союзники выдали Колчака местным иркутским властям. Дело в том, что с отступлением Белой Армии по всем городам Сибири начались большевистские восстания и городские советы начали выходить из-под поля и брать власть в свои уроки. В том числе точно так же это случилось и в Иркутске. В Иркутске образовался свой городской совет которому как раз Колчака и передали в его руки. Советская власть несмотря ни на что несмотря на тяжелую обстановку то есть вы подняли восстание вы захватили город в городе вы находитесь в окружении белых войск по железной дороге двигаются войска казалось бы что должны были сделать кровавые большевики взять и расстрелять участного Колчака но тем не менее они организовали комиссию Губчака собрали туда людей секретаря и начали допросы Колчака причем с чувством с толком с остановкой с самого рождения кто он как дошел до жизни не такой каждый желающий может почитать эти протоколы допросов они есть в интернете не всему можно верить некоторые моменты Колчака замалчивал если в начале в первых дни допросов когда он рассказывал про свою деятельность где он родился когда женился более-менее все гладко чисто с биографией его практически полностью сходится но как раз с момента черноморской эпопеи с февральской революции там он начинает закрутить вертеть типа я не я корова не моя да я в политику не участвовал я был чисто там служакой военным я просто служил кто был наверху начальник я служил я чисто военный я никуда ничего не лез но опять же очень интересная ситуация до этого момента до черноморского флота он рассказывал какой он молодец он там и наукой занимается и северные полярные экспедиции организуют и со всякими там представителями иностранных государств встречается активно и минными постановками и генеральный штаб он создал и чем он короче только не занимался разностраненная личность все умеет все знают и ученые и полярники и исследователи и все все а тут ракбак как только революция так он чисто служака и никуда ни в политику не лезет ничего не знает поэтому допросы читать очень интересно очень полезно я их сам почитал собственно с них-то и начал подготовку данного доклада но тем не менее там очень многим вещам на слово верить нельзя их надо проверять и там такая масса отсылок на исторические всяческие моменты такие подоплеки но разбираться очень сложно хорошие книги к сожалению порекомендовать не могу написано все как правило проколчика или да какой он молодец и вообще он агнец не замаравший своего мундира ну не знаю честно что можно по нему почитать порекомендовать не подскажу протоколы читайте протоколы очень хорошие опять же были опубликованы еще в советское время там это все есть несмотря на все его отговорки товарищи его допрашиваем прекрасно были осведомлены о его деятельности то есть если смотреть не столько за судьбой Колчака сколько комиссии Губчака которая его допрашивала несмотря на то что они находились под полем несмотря на то что они находились под гнетом интервентов и белочехов да еще и Колчака они все это время занимались в том числе и сбором средств средств извините и сбором сведений о тех кто что где как делает и соответственно о всех связях с Семеновым с Японией с Англией с Францией они прекрасно знали и к тому моменту когда Колчак попал их в руки у них собственно уже готовое дело в Иркутске было как я уже сказал не очень хорошее положение несмотря на восстание часть белых войск продолжали откатываться со стороны западной части России с Урала двигаться в Владивосток по железной дороге и в феврале к Иркутску подошли капельцы генерал капельцы с его войсками тоже очень интересная личность они подошли к Иркутску опять же шли по железной дороге вариантов у них было немного или продолжить по железной дороге движение свое или попытаться обойти город и вдоль железки продолжить двигаться дальше февраль зима кушать нечего поэтому капельцы подошли к городу и предъявили ультиматум давайте нам транспорт до Владивостока давайте нам провизию до Владивостока амуниции и заодно давайте нам Колчака раз он у вас вот он же давайте советская власть на это не пошла капельцы вынуждены были обходить город а Колчака на всякий случай с 6 на 7 февраля расстреляли история тоже немножко темная не совсем понятно кто именно отдал приказ когда почему и даже какого именно числа и в каких условиях его расстреляли но тем не менее винить здесь сильно советскую власть сложно город окружен силы красных город где очень малочисленны это подполье к ним вышло полноценное воинское подразделение во главе с генералом ну грубо говоря шансов было немного поэтому на всякий случай от Колчака решили избавиться опять же на тех же допросах несмотря на то что он отрицал все возможные зверства и утверждал что это не его вина что он таких приказов не давал комиссия аккуратно его спрашивала людям голову отрезали ноги руки глаза выкалывали ваши войска беремен защищали что вы по поводу этого имеете ну тем не менее несмотря на то что допросы были очень корректные все могут почитать все там было гладко хорошо достаточно но комиссия Губчака решила что для расстрела этого вполне достаточно опять же если бы не Капелевц доехал бы спокойно с этими протоколами допросов Колчак до Москвы и попал на суд но судьба не сложилась подводя итог да ну да полчака можно похвалить действительно хороший морской офицер участвовал в войне честно не бегал ничего в том же порт артуре повоевал на суше несмотря на то что морской офицер мог бы спокойно сидеть на корабле участвовал в полярных экспедициях потерял там здоровье в этих экспедициях причем кроме научных экспедиции он еще организовал спасательные экспедиции по спасению членов команды занимался наукой да то есть собранные материалы на северном полюсе он не просто там передал в академию науки ну это собрал булыжники разберитесь нет он занимался их описанием то есть опять же без всяких дураков в том числе занимался наукой все бы хорошо но вот революция подался в политику решил что можно навести порядок путем закручивания гаек то есть на гайках и вперед всех пороть всех заставлять бегать работать тогда будет у нас все хорошо опять же если бы он это еще хотя бы самостоятельно как-то пытался это делать ну там патриот России я считаю как надо там вот сейчас сейчас делают все хорошо несмотря на все это всю дорогу всю гражданскую войну мы наблюдаем за тем как он активно сотрудничает с японцами с англичанами как находятся у них на службе как у них постоянно получают материальные всевозможные средства естественно получаете просто так и соответственно если о начале жизни мы можем сказать много хорошего то в конце концов вот все эти истории о том что он хотел спасти Россию по факту получилось так что расплачиваться за все его желания должны были обычные русские люди которым не повезло оказаться под его властью потому что японцы хотели преследовать свои цели англичане свои всевозможные белые войска атаманы Семеновы Дутовы и все остальные хотели грабить а он пытаясь стать верховным правителем вынужден был со всеми с ними сотрудничать ну и соответственно идти у них на поводу и делать то что им выгодно иначе во время переворота никто бы его верховным правителем не назначил на этом наверное все есть какие-нибудь вопросы скажите пожалуйста я очень сожалею что не смогла сначала слушать очень интересная лекция но вот у нас Колчаку вы знаете его реально обрискает на мой вокзале есть но вот вы считаете правильно она открыта там если почитать текст в ней написано что она открыта прежде как всего как полярному исследователю и действительно он отсюда с Владовостока ходил в экспедиции полярную искал северный морской путь да в этом плане определенные заслуги есть но мы все прекрасно понимаем что табличку ему открыли не потому что он великий полярный исследователь а потому что он правитель верховный всероссийский верховный сибирский правда почему-то ну не важно всероссийский открывали это дело казачки местные тоже собственно понятно да вот казачки атамана Семенова про которого сегодня упоминали но у них свои интересы понятно если бы допустим это открывало какое-нибудь географическое общество или академия наук в честь его заслуг опять же ему хотелось бы там какой-нибудь датик какой-нибудь экспедиции 1903 года спасательной экспедиции или там начало 1900 экспедиции барона да толя то есть даты были да была экспедиция на Чукотку 1909 год с Владивостока можно было но опять же открывали нигдать и совсем не те люди которые могли бы его признать заслуги перед академией наук открывали местные казачки с которыми он плотно работал совсем в другом направлении поэтому да табличка собственно хоть там и написана полярному исследователю но по факту висит совсем по другой причине опять же телевизор все смотрим все прекрасно знаем что у нас очень последнее время любят рассказывать как-то хорошо как-то замечательно верховный правитель отлично такое русское патриотическое слово президент это же соимственно англицизм да вот верховный правитель самое то поэтому мое личное мнение табличка там висит совсем не по тому поводу что на ней написан опять же возвращаясь к нашему фильму про улицу не можете посмотреть у нас на канале улица одиноких женщин называется там есть немножко и про табличку есть и про его заслуги в том числе и для белочехов что самое главное сказал есть советский помплёк и какой-то еще здесь стихотворение и музыкальное произведение и о колчаках говорится мундир английский погон французский табак японский кровитый омский да кровитый омский там очень многое есть про него подобных частушек даже не очень культурные всяких там баек по поводу того что в сибири до сих пор самого злого кобеля в деревне называют колчак этому подобного этого хватает ну у нас скорее всего не было лекция не по его деятельности а именно по биографии да опять же допрос который он давал губчика он начинается вот как раз с его рождения поэтому мы разбирали сегодня не столько личность сколько его судьбу чтобы понимать примерно о чем идет речь в каком годе у нас в 20 нет иркутск с 6 на 7 февраля ориентировочно там не совсем понятно шли боевые действия капелевцы пытались атаковать город поэтому немножко тоже даты плавают хочется добавить еще что какой-то из царских генералов писал если бы неизвестного корчака то никогда бы в Сибири не было такой большой поддержки большевиков именно его действия приведет к поддержке христианства большевиков уже до этого до как мы помним начало Октябрьской революции там поддержка была у большевиков очень маленькая и низкая христиане были собственники они особо не поддерживают но именно его зверства привели к этой самой поддержке отчасти да случилось в принципе то же самое что и на Черноморском флоте ну Колчак действительно был молодой вице-адмирал молодой красивый стройный полярный следователь знаменитый научный все дела герои японской войны естественно его приветствовали как хорошего такого ни в чем не замаранного опять же его во время службы на Черноморском флоте пытались обвинить что у него там есть какие-то ладифунди там земли что он хочет хлебом торговать через Черноморские проливы ну по факту он был бессеребренник и как его отец вынужден был зарабатывать на жизнь своим трудом ну в данном случае службой но несмотря на все это только он правил власть что на Черноморском флоте что потом на КВЖД что в Сибири власть он начинал свою диктовать очень жестокими методами гонять людей в хвост и гриву не жалея их если допустим на Черноморском флоте когда-то только начиналось при его просто нескольким трагедиям и износу флота ну да бог с ним то в КВЖД это уже были грабежи и расстрелы первые а в Сибири это вообще закончилась кровавой резиней опять же почему фронт который сначала пошел в атаку на соединение с архангельскими белыми и с южными белыми на Дону кто были этот фронт который пошел в атаку и вроде бы уже выбил везде красных ну армия идет в наступление она берет города берет соответственно там передайте на разграбление все хорошо вроде бы победа близка соединяются с соседними белыми войсками армия растет и вроде бы на таком успехе должно было бы все продолжаться дальше должны был бы дойти до Москвы опять же прошлое наше занятие если кто смотрел наш кружок Владимир Федорович там упоминал про товарища Ленина который тоже писал в том числе и про Колчака это был очень важный момент очень важный вопрос у Ленина вообще про Колчака очень много упоминаний он хорошо писал нет конечно то есть угроза была реально очень серьезная но тем не менее несмотря на все успехи на фронте закручивание гаек попытка возвращения земли ну те же земли которые он вернул РПЦ на этой земле работали крестьяне они там садили урожай собирали хлеб а тот хлоп эту землю и возвращают обратно церкви опять же церкви еще подпитывают активно финансами из бюджета ну война идет денег нет а вы деньги даете церкви на какое-то там развитие ну пошли собственно на время поэтому все эти действия кровавые расправы порка крестьян разверстки отбирания земли собственности опять же все союзнички Колчака в виде атамана Семенова который ну тупо был бандитом он все грабил вокруг чехи которые не стеснялись тоже все грабили английские французские американские интервенты занимались то же самое они выкачивали активно ресурсы поэтому так как они не стеснялись в том числе и расстрелами со всякими эксцессами то население очень быстро местное от этого устало и собственно армия разбежалась и он остался один защищать ему было некому его поэтому тупо просто передали советской власти потому что ему даже уехать было не на чем чехи уехали на своих поездах с собой его не взяли опять же потому что чехи переживали что их не отпустят там уже речь шла о том что и чехов власть может сдержать но опять же советская власть сказала выходить там воевать с немцами вперед мы не против главное наших граждан не гравит его там железная дорога доезжайте до Владивостока а там по намеченному плану пусть англичане перебрасывают на свои фронты то есть чехов пропускали но полчака извините ставьте на ну вот его оставили а это чехи кладбище на Москве есть это нести те самые да у нас на кладбище есть памятник памятники такие открыты по всей территории транссибирской магистрали их в каждом городе полно кроме того что есть на кладбищах есть и отдельные памятники белочехам в Иркутске в Омске есть если я не ошибаюсь там по-моему в Хабаровске их там почти не каждый год сейчас открывают поэтому удивляться нечего Колчаку тоже почти в каждом городе уже табличка висит вдоль да-да-да всей железной дороги где он как раз активно действовал и будет их все больше и больше так у нас еще вопрос из чата мир мир на стороне белого были чехи особенно какого-то канала что автор знаменитого Шрейки с этим был на стороне Гашик да Ярослав Гашик был один из тех чехов которые встали на сторону советской власти они активно работали переводчиками агитаторами как раз по разложению чехословацких войск опять же когда шлоу контрнаступления началось на войска Колчака чехи сбежали не просто так их активно обрабатывали и действительно много чехов в итоге откололись от Колчака в итоге вообще все уехали но с чехами видите там очень сложная ситуация у них во-первых был межнациональный конфликт с местными мадьяры как они их называли с другой стороны они не имели собственной государственности и входили в островенгерскую империю соответственно чехам очень хотелось собственной государственности собственного языка собственной власти ну и очень не хотелось видеть никаких немцев и австрийцы австрийцы для них собственно тоже были немцами разница не очень большая опять же венгрии мадьяры поэтому к сожалению над чехами сильно превалировало желание так сказать своего национального вопроса состояния своего государства ну своего языка и совсем вытекающего то есть они нахлебавшись под гнетом австрийской империи нахлебались так что хотели своего маленького государства маленького своего счастья поэтому да часть чехов перешла на сторону красных тот же Ярослав Гашик Ян по-моему Ярослав Ярослав по-моему по-русски там по-чешски по-другому чуть-чуть у него ну короче Гашик все мы его знаем как Гашик и похождения правого солдата Шейка вот он в том числе у него есть работы про революцию кое-что там можно почитать там просто не такие же юмористические рассказики но тем не менее он журналистом активно поработал у него есть что про советский союз почитать книжек книжек очень много но но опять из того что я просматривал почти все они как правило возносят Колчака какой он замечательный хороший и рассказывать именно и про Колчака о том числе упоминается какие они совершали дверства про Колчака говорят плохо как правило выкидывают все первую часть и говорят как раз о том что он делал в Сибири потому что самый кровавый эпизод и рассматривают его а тем не менее там очень много интересных моментов на том же КВЖД то есть там точно так же были расстрелы и аресты и опять же грабеж несчастные эти поезда которые ездили туда-сюда их трясли опять же ну белая армия белый террор это конечно круто но вот какой-нибудь атаман Семенов какой он нахрен белый по факту местный криминал который был полностью под японцами подконтрольными получал от них оружие грабил местное население свое же собственное грабил всех до кого мог дотянуться ну чего белого непонятно еще простите я не поняла про золото отсюда что-либо ставили на газеты нет дело в том что когда началась первая мировая золотой запас был вывезен подальше вглубь страны для того чтобы с Москвы из Питера его ввозили в Казань в Казани хранилась где-то половина золотого запаса но как раз войска колчака дошли до Казани я не помню какое конкретное подразделение ему подчиняющие в общем взяли Казань и вывезли оттуда золотой запас привезли сюда в Омск а вот оттуда оно потихоньку начало рассасываться часть запаса потом вернули советской власти то есть англичане когда решили договариваться с нами торговать без репараций без ничего мы вам золотой запас возвращаем а вы с нас не требуете репараций за то что за интергенцию грубо говоря то есть часть золота вернула советской власти где-то половина если не ошибаюсь из этой суммы а остальное было там всяческими методами потырено поразошлось кое-что из него потом опять было советскими войсками ну в смысле тогда еще Красной Армии кое-что из этого не смогли поймать уже на месте вернуть но часть золотого запаса уплыла и в этом был Колчак получается да да он как распорядитель этого фонда он разделял кому что куда как отправлялся часть запаса пытались вывести чехи тоже там мутная история не совсем понятная то ли им удалось часть запаса вывести то ли не удалось то ли все то ли часть то есть я не могу порекомендовать но там есть книжки есть работа проблема в том что из той популярной литературы которая есть так сказать на просторах интернета я не находил хорошие они все предвзяты очень сильно вот если мне допустим по деятельности на черноморском флоте попалась классная книжка черноморская цусима как раз когда два фрейсера немецкие гоняли вечерноморский флот со всеми дреднотами это могу порекомендовать да хорошо описано а так чтобы золотому запасу мне ничего не попадалось я несколько источников читал все сильно расходятся данных кто-то утверждает что вывезли кто-то что не довезли утопили что-то кто-то что вернули короче сложный вопрос золотом манит многих нет нет вице-адмиралом он стал в шестнадцатом году когда попал на черноморский флот адмиралом его вообще в сибири назначила правительство которое тут же и сверх то есть опять же адмиралом он стал тогда когда флота у него собственно в подчинении никакого не было и командовал по факту сухопутными силами он воевал он служил на миноносцах это тогда только-только самый новый класс оружия очень популярный на тот момент примерно как подводные лодки тогда же появились примерно тогда же появились миноносцы новый класс кораблей очень скоростных очень опасных он командир корабля миноносцев он несколькими миноносцами руководил в том числе и на балтийском флоте когда был миноносцы очень опасны тем что они могут быстро прийти уйти их сложно заметить догнать они ставят мины на которые может любое судно напороться погибнуть миноносец сможет выйти допустим против крупных кораблей типа линкора у него есть торпедный аппарат он может торпедная атака его потопить то есть линкору он опасен при этом он маленький и быстрый линкор в него фиг попадет его задача быстренько прибежать нагадить и убежать его никто так сказать не поймает то есть очень современное на тот момент оружие только-только появившееся по факту он если я даже не ошибаюсь знаменитом новик был одно время не помню но да 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 вот как раз на них ну на проектах точно таких он был но по-моему на самом новике то есть немецкий корабль который автомобиль но он тогда был очень современный прям новый писк корабельной моды вот они как раз появились торпеды торпеды появились именно те которыми реально можно было любой корабль потопить то есть маленькое судно которое может потопить любой корабль но очень опасный противник И он был большим патриотом именно этого вида вооружения и на эскадренных миноносцах с удовольствием служил, в том числе и в портаху. А где его учили в образовании? Не помню, как сейчас называется. Это заведение в Ленинграде, тогда в Санкт-Петербурге. Да, он учился, была там морская академия, которая там чуть ли еще не из петровских времен, там кардамарины, все дела. Да, оно по факту, да, у нас тогда это было единственное морское заведение, которое готовило моряков, моряков у нас было не очень много, в принципе, как и сейчас, большинство моряков, это не те, кто на кораблях ходят, это береговая оборона и тому подобное, но у нас, так сказать, граница морская большая, широкая, а кораблей на все не хватает. Поэтому у нас, к сожалению, да, очень много моряков, которые служат, прежде всего, на суше, вот, а его отец был, как раз, занимался береговой обороной, а ему посчастливилось, он был один из самых лучших выпускников и он попал на флот. И именно в роли капитана он послужил. Да, противоречивая фигура, конечно. Да, все в этом мире дилектично, все очень непросто и неоднозначно, тем не менее, говоря о любом человеке, мы должны понимать, что в любом человеке есть что-то хорошее, что-то заслуженное. Опять же, ну, совсем гадкий человек не был бы достаточно удачлив, умен и прозорлив, чтобы стать верховным правителем. Да, как тот же Гитлер, как бы его не ругали, но, тем не менее, он был художником и на фронте хорошо воевал, так сказать, за свою родину отстаивал. Любой человек, как бы мы ни посмотрели, он имеет как положительные, так и отрицательные черты. Как Томпольон, любовные романы писал. Любой человек, вообще любая... Наверное, важно не как начал, как закончил. Да, да, вопрос как закончил. Продолжил бы он полярным исследователем, продолжил бы он морским офицером, цены бы ему не было. Но вот с началом революции полез в политику, решил, что может навести порядок и, собственно, чем закончил. А так, ну, остался бы он полярным исследователем, вопросов не было бы. Многие полярники и после прихода советской власти оставались в Академии наук, изучали Северный морской путь. Были очень ценными специалистами, потому что других, грубо говоря, не было. Поэтому, а тут еще и морской офицер, Северный морской путь Советскому Союзу был нужен. У него были все шансы прекрасную карьеру сделать. Опять же, с его задатками научной работы он был мог это прекрасно все. Ну, он мог, как и 8% офицеров, перейти просто на сторону советской власти, как и сделали много... Мог перейти на сторону советской власти. Опять же, его сторонники говорят, что вот он там патриот, он там в отечестве задумывался. Но, опять же, тут такие события. Он уезжает в Англию, в Америку, в Ипонию. В Ипонии, вместо того, чтобы куда-то податься, он записывается в английскую армию добровольцам. Его берут полковником, посылают на сухопутный фронт. Опять же, ты морской офицер, ну попросись обратно. Нет, он хоть в сухопутную армию, хоть в Месопатаймю, по пустыне бегать, местных абреков гонять. Ну, для морского офицера, еще северного полярника, 40-градусную жару, конечно, как бы очень интересная ситуация. Но, опять же, он соглашается. Потом КВЖД, полицейские функции по факту, ну, охрана железной дороги, это полицейские функции. Опять же, там у него были конфликты, местная милиция образовалась, ну, народная, которая охраняла порядок. А он по факту создавал еще дормерию, то есть тех, кто следил за всем этим делом. Несмотря на все уверения, что типа я вот только военная охрана, нифига. Было там очень много интересных таких моментов, что, ну, по факту занимался полицейской работой. Ну, оно ему надо было. Потом, опять же, в Японию со всеми этими дипломатами, с английскими, с японскими переговорил Волгий-Восток. Тут, давай, опять же, какие-то... Ну, с КВЖД и сложилось. Ну, да. Подковерные игры со всеми переговоры, с чехами, с французами. Тут, опять же, в Владивосток уже интервенция. Здесь иностранные войска, а он сюда приезжает. Ну, ты патриот, ну, так, опять же, на следствии ему вопросы задавали. Типа, а вот как вы патриотом, да, за единую неделимую? Хорошо, вот вы же приехали, а тут же интервенты. Как вы на это смотрели? А это не интервенты, это наши союзники. Они вот с нами союз заключили, они нам помогают воевать с Германией. А вот хорошо, война с Германией закончилась, типа, все, мир. А я вот не признавал, что это мир, поэтому вот надо было с Германией воевать дальше, чтобы там нас в мирную Версальскую конференцию включили, чтобы нам что-нибудь там отрезали. И вот я поэтому мир с Германией не признавал, я поэтому дальше продолжал воевать с союзниками. То есть это не интервенты, это союзники. Чехи нам не грабят железную дорогу и золотой запас пытаются вывезти. Они наши союзники. И вот так вот. И японцы, они нам помощь оказывают, оружие присылают. О том, что все это оружие поставлялось не просто так, а под гарантии обязательства и под тот же самый золотой запас, который выводились. Да, ценности вывозились. Также КВЖД активно платила японцам за их поставки. Опять же, железная дорога работала, приносила эти деньги и уходили в Японию. То есть он, патриот, конечно, интересный такой. Это не интервенты, это союзники. Это не грабеж. Там тоже... В Явкоме в этом были и эсеры, и те же. Они не особо подчинялись советской власти. Там вопрос, да. Его, может быть, и довезли до Москвы, и до сюда. Но, опять же, тут наступает армия капель. Да, опять же, ну, про капельцев все слышали. Фильмы там снимали. Когда-нибудь вот так уйдут все дела. То есть, ну, тут пришла к городу армия и, собственно, требуют выдачи Колчака. Что с ним делать? Или выдавать, ну, или, соответственно, пустить расход. Опять же, его деятельность, предыдущая этого периода, ну, подвела к тому, что от него его расстреляли. Ну, если он расстрелял, точнее, с его, так сказать, опущение расстреляли Нейбута, то почему бы не расстрелять и Колчака, да. Поэтому у нас есть улица Нейбута, а есть табличка Колчакова. Хотя расстреливали их всех в Сибири как-то так. Нейбут был первым редактором у нас газеты, я ошибаюсь. Однозначно, я не помню. Он недолго в Владивостоке пробыл, там, что-то полгода всего. После этого с эмиграции вернулся. И уехал как раз, и в Москву поехал, и тут как раз Колчакова, и все дела его в Сибири, так сказать, все дела. Сам факт того, что он, как и большинство пиццев, могли присоединиться к советской власти, если бы захотели, и воевать на стороне советской власти. Вариантов было много. Как делало большинство офицеров. Вариантов было много. Ничего им это не мешало. Он не был никаким буржа, там, ничего или нет, земель не было. Учем был пустын. Земель не было, заводов не было. Какие дворяники присоединились, офицеры, дворяники с советской властью помогали? Его отец вышел на пенсию, на военную, вынужден был устроиться на завод, работать на заводе, взять в себе жену молодую купчиху, ну, с приданым, я так понимаю. Опять же, Колчак, когда вспоминал детство, он говорил, что он ходил на завод, где отец работал, с рабочими общался, токарному делу учился, да, то есть как станок работает, полванки точить. То есть он еще и технически грамотный был товарищ. То есть, ну, вернись любая власть, что ему светило. Поместья нету, земель нету, но... Ну, он монархист был? Ну, сам он отрицал, что он монархист. Сам он отрицал. Ну, поначалу, да. Ну, поначалу, да, поначалу он был монархистом. Ну, опять же, в феврале он, по факту, придержал. То есть, его попросили остаться командовать Черноморским флотом, временное правительство, он согласился, да, я буду. То есть, ездил он к брату царя, ну, не к брату, там, к какому-то из великих князей, не помню, как он там, братец Николая, то есть он разговаривал, да, там, насчет восстановления, там, войска, не войска, поддержать, не поддержать, типа, не хотите ли вы вернуться в Москву, там, все дела, ну, великий князь отказался, сказал нет. Поэтому, ну, на этом, собственно, его монархические воззрения и закончились. А дальше, вот, пожалуйста.